Дорогие друзья, поздравляю вас всех с прощенным воскресеньем! Простите меня все, кого я успел наобижать в интернете и кого я еще обижу очень много раз. Ну, так получается, что люди часто обижаются на слова, да? Даже особенно прикольно, что вот материалисты, такие вот сугубые материалисты, ничего нет, кроме материи. А их как-нибудь назовешь нехорошо, а они обидятся, да? Где же там интересная материя? Как это все повлияло, да? Влиять же только вещества могут, а как слова тогда могут влиять? Но мы-то православные отлично знаем, как слова влияют, потому что в начале было слово. Но, тем не менее, у всех, кого даже из атеистов, кого я обижал, я хочу заранее даже попросить прощения. Вот сегодня вечером выйдет разговор у меня, если все нормально будет, 21.10 на телеканале «Спас» разговор с Владимиром Романовичем Легоидой. Там, конечно, я очень сильно обидел атеистов, так что я сразу прям заранее прошу у них прощения. Вот, ну и у биологов тоже попрошу прощения. Не то, чтобы я отказываюсь от слов, которые сегодня вечером скажу. Ну, просто простите, что я так думаю по жизни, и все. Вот, ну и, в общем, начинается Великий пост. Обычно люди говорят, в пост мы не спорим. Потому что люди, когда спорят, начинают обижаться на тех, с кем они спорят, да, злиться. Вот мне кажется, что нам надо всем учиться любить своих, как бы, ну, это же не враги на самом деле даже, это просто ваши контр, ну, как это называть, да, ваши собеседники, да, ну, там, люди, с которыми вы не согласны в данный момент. И нет никакого смысла на них обижаться, даже если, скажем, ну, вот ты споришь с кем-то, ну, совсем таким дураком, да, там, человеком, который утверждает, что, вот, ну, там, Бога нет, потому что, вот, там, доказательств его существования нет. Ну, там, утверждает что-нибудь такое, типа, что музыки тоже нет, естественно, да, если Бога нет, то и музыки нет, ничего нет. Ну, потому что я не слышу, нет музыки, у меня слуха нет, вот, уши, да, на ухо медведь наступил, вот, поэтому я не слышу музыки, да, поэтому и нет никаких Моцартов, какая разница, Моцарт или, там, какой-нибудь Modern Talking. И, вот, ты, конечно, вот, на таких очень трудно не раздражаться, но я обещаю, я буду стараться даже на таких не раздражаться, вот, буду стараться, буду бороться со своими страстями и всем того же желаю. Ну, споры можно вести в пост, как мне кажется, но нужно максимально вежливо и любезно это делать, ну, как-то так вот, с уважением, с любовью к своему собеседнику. Вот, значит, еще я там написал, что что-то про русский мир, опять начали возмущаться, что, там, русский мир, а куда идти дни русских. Ребят, ну, это полная глупость, значит, русский мир, это где люди любят друг друга, да, а не русский мир, где люди формально относятся холодно, вот, с наклеенной этой улыбочкой, сами понимаете, о чем я. То есть, у нас на планете всего два мира, русский и нерусский. И, конечно, если будет везде русский мир, он включит все другие национальности, ну, просто мы это будем называть русский мир. А какой-нибудь француз скажет, что это старо-французский мир, такой нормальный, ну, еще до всего этого кошмара сегодняшнего, да, с этими всеми ЛГБТ, трансгендерами и прочим. То есть, это как бы русский мир, это просто нормальный человеческий мир с нормальными отношениями, естественно, несовершенный, там, с коррупцией, с блатом, это все само собой, потому что люди есть люди. Вот, это то, что противоположно миру роботов, которые строят на Западе. Ну, и вот поэтому я говорю, что я за русский мир, конечно же. Чем больше стран включатся в русский мир, тем лучше. Вот так. Так что, друзья, еще раз всех с праздником, оставайтесь на связи, будьте с нами, очень много проектов на будущий год. Нальчик начинается в сентябре, ну, и разные лекции будут скоро, это я отдельно скажу, но вот ближайшее будет в Переславле-Залесском 10 марта. Следите за информацией на сайте Savateyev.xyz, ну, и тут, наверное, в сообщество тоже я напишу. Вот так. Всем привет, всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok